Танкер Астана Этот танкер является одним из самых современных танкеров, соответствующий всем требованиям международного уровня. Мы участвовали при спуске танкера на воду в Выборгском судостроительном заводе. И первое ощущение это гордость за нашу страну и что этот современный, красивый, огромный по нашим понятиям для сухопутных казахстанцев танкер, что он теперь будет работать на Каспии и мы становимся в ряд, становимся наравне с другими нашими коллегами, нефтяными компаниями и также с другими республиками на Каспии, которые имеют свои суда. И то, что мы сможем теперь уже конкурировать с ними, причем на хорошем уровне, это, конечно, воодушевляет и это дает нам новые импульсы для того, чтобы мы могли работать дальше. Когда народная артистка Жаня Аубакирова, которая известна всем во всем мире, будем говорить, своим музыкальным искусством, она разрезала ленточку и шампанское полетело на борт, то, конечно, все напряглись. Во-первых, это было чувство того, что Казахстан приобщился к вековым традициям, морским традициям всего мира, то есть мы в этот момент почувствовали себя тоже морской державой. Ну и второе было, что все волновались, а вдруг бутылка не разобьется. Я думаю, вот это волнение тоже охватывало всех, но Жаня Аубакирова оказалась мастером не только музыки, она с одного раза смогла разбить эту бутылку, и все очень обрадовались и первому событию, но второму тоже, я не буду скрывать. Митинг, посвященный передаче заказчику головного танкера «Астана» считать открытым. Сегодня дается первый танкер для Республики Казахстан для работы на Каспии. Это большой успех судостроителей Выборгского судостроительного завода, потому что последние годы это один из значимых заказов здесь, который выполнен. Хотел бы пожелать, чтобы это судно работало вечно на благо Казахстана. Уважаемые друзья, коллеги, во-первых, я хотел бы вам низкий поклон передать по поручению главы нашего государства Руслана Абещенко Назарбаева, руководству правительства, низкий вам поклон тем людям, которые сделали в краткий срок с хорошим качеством эту большую работу. И хочу сказать, что это судно будет работать на благо наших двух стран – Казахстана и России. Мы вместе разрабатываем шерсть Кофийского моря, и энергоресурсы, которые будут добываться на шерфе, послужат для процветания экономик наших двух стран. Позвольте мне также выразить слова искренней благодарности Выборгским судостроителям за эту замечательную работу. Это начало большого нашего сотрудничества. Есть поручение президента Казахстана Назарбаева о создании национального танкерного флота, и оно создается усилиями казахстанского флота и коллектива судостроительного завода. Дорогие друзья, у нас большие перспективы, и мы уверены, что начало, которое сегодня закладывается в нашем сотрудничестве, оно будет продолжено. Мы сегодня будем также закладывать уже третий танкер у вас же, и поэтому я думаю, что это хорошее начало, оно продолжится. Вот как было сегодня сказано с этой трибуной, мы приехали к вам для того, выразить не только слово благодарности нашего делегации, а всего казахского народа. Большое вам спасибо. Сегодня для меня особенно торжественная честь быть крестной матерью танкера Астана, благословлять его на долгую и счастливую жизнь. В преддверии праздника независимости нашей страны, я думаю, что мы все ощущаем особенное чувство гордости за стабильный рост экономического благосостояния Казахстана. И в связи с этим совершенно адекватный, а местами даже ошеломляющий рост духовных и патриотических сил в нашей душе. В Дупрый путь в танкер Астана. Джонс Болсон танкер Астана. В Дупрый путь в танкер Астана. Дупрый путь в танкер Астана.